МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный врач Республиканской офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов возглавил Национальный медицинский исследовательский центр МНТК микрохирургии глаза. Накануне своего отъезда в Москву Дмитрий Геннадьевич подвёл итоги своей работы и поделился планами. Все свои 23 уже года активной профессиональной деятельности работал во благо её развития, совершенствования, продвижения, делал всё возможное, чтобы о нас знали, к нам хотели приезжать лечиться, от нас получали самые положительные эмоции и высокое зрение. И учитывая, что мой жизненный путь, моя работа, она в принципе за эти 22 года осуществлялась всего в двух учреждениях. Это в нашем филиале МНТК микрохирургии Глазыча Боксарском, где я проработал 10 лет. И вот уже 13 лет практически в мае было бы работаю в должности главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы. Все мои помыслы, действия и, наверное, желания всегда были связаны именно с этим. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что моя будущая работа и возможности позволят этой работой заниматься ещё более серьёзно, на ещё более высоком уровне. И я думаю, что совместно с коллегами, нашими чувашскими офтальмологами, нашими докторами, у нас это обязательно получится, но и к нашей большой такой гвардии. Надеюсь, присоединится ещё и весь коллектив нашего федерального центра МНТК микрохирургии Глаза. И я думаю, что постараемся, чтобы в стране офтальмология звучала, чтобы она была во всех отношениях узнаваемой, чтобы мы могли позволить себе те традиции, те возможности и, самое главное, тот потенциал, который был заложен в своё время академиком Фёдоровым и со времён именно активной работы которого вот этот рост бурный офтальмологически пошёл, чтобы он был продолжен. Все последние годы чувашская офтальмология интенсивно развивалась. Доктора осваивали современные технологии в лечении заболеваний глаз. Особый акцент был сделан на профилактику нарушений зрения. Во всех муниципальных округах республики работают кабинеты охраны зрения школьников. На самом деле этот проект был высоко оценен на уровне Минздрава Российской Федерации. Сегодня мы, в принципе, единственные в России, кто смог его осуществить именно в таком широком, глобальном формате, когда на сегодняшний день уже 100% наших лечебных учреждений, которые оказывают помощь детскому населению, полноценными кабинетами охраны зрения детей оснащены. Это огромная работа. Я за это очень благодарен главе Чувашской Республики. Я за это очень благодарен Министерству здравоохранения Чувашской Республики. Я очень благодарен коллегам, которые поддержали, и самое главное, взяли его в такой, знаете, неформальный, а настоящий, искренний, врачебный потенциал реализации. И вот за это очень гордость сегодня. Это более 30 кабинетов уже работающих. Значит, это 28 пунктов охраны зрения детей. И это десятки тысяч детей, которые проходят лечение в этих кабинетах, ну, фактически не отходя от своих, так сказать, мест проживания, не отходя от своих мест обучения и рядом с домом. Ежегодно в условиях ординатуры на базе офтальмологической клиники проходит целевое обучение молодые врачи. И сегодня в Чувашии нет дефицита кадров в офтальмологии. И таких регионов в стране немного. А чебоксарские семинары по витрио-ретинальной хирургии уже обрели всероссийский масштаб. Уже 10 проведенных семинаров. И на самом деле это то мероприятие, которое, опять же, в моем понимании, в понимании моих коллег, которые, поддержав это начинание, фактически все годы были рядом со мной. Это профессора, доктора наук, кандидата наук, ведущие хирурги страны, ежегодно приезжающие к нам сюда и показывающие замечательные, так сказать, свои, раскрывая свои таланты, замечательные, значит, проводя операции, очень серьезные, сложные. Но самое главное, что они позволяли обучаться нашим докторам молодым, то есть те, которые проходили первичную специализацию, где бы то ни было, те, кто начинали сначала освоение методик с теоретической базы, увидеть воочию, самое главное, пообщаться с хирургами, иметь возможность вопрос задать фактически не отходя от зала просмотра. И это тоже такой очень интересный оказался кейс практически, и он был очень серьезно тоже, так сказать, поддержан, именно показав нам ежегодную прибавку в присутствующих, в приезжающих докторах. Обязательно мы будем его продолжать, я обещаю, что в этом году мы проведем этот семинар, также в Чебоксарах, и он уже запланирован, и министр здравоохранения Чувашской республики университет Степанов поддержал тоже этот момент. Я думаю, что это будет совместный, так сказать, проект уже республиканской офтальмологии федерального центра МАНТК, микрохирургии глаза. А на самом деле Чувашской офтальмологии очень сильно повезло, потому что на территории нашей республики два сильнейших центра, и первую операцию по имплантации искусственного хрусталика в России, в Советском Союзе, тогда Академик Федоров, Сяслав Николаевич провел именно здесь, именно в Чебоксарах, и вы знаете, это очень знаково для нас, для всех, это нас всегда очень вдохновляло, окрыляло, а для пациентов это было еще и очень позитивно и положительно, потому что фактически никто, никто за редким-редким исключением, связанным с тяжелой офтальмоонкологией, чем не занимались никогда здесь, и, к счастью, этих случаев не так много, мы их направляли всегда в федеральные центры, в специализированное отделение, вот все наши пациенты помощь получали на территории Чуваши. Дмитрий Арсютов – депутат Госсовета республики, и он не намерен оставлять общественную деятельность. Думаю, что у меня будет возможность, и я очень хочу, чтобы эта возможность была, и общение с нашими избирателями, жителями в формате дистанционном, ну и я планирую, конечно, быть на территории республики обязательно, я думаю, что мы эту работу обязательно выстроим, и все эти проекты, а проектов много сегодня, это уже запланированные строительства, которые я лично курирую, значит, допустим, мы планируем построить поликлинику, филиал в районе Солнечный, то есть там сегодня идет проектирование, завершается уже строительство пешеходного моста, опять же, Солнечного на проспектах строителей, много проектов по обустройству территорий, которые сегодня реализуются на Южном поселке, это и Обиковский парк, Ворошиловский лес, то есть это все будет обязательно продолжено, и мы будем это обязательно контролировать, будем общаться, будем вникать, будем стараться помогать, чтобы все было так, как мы изначально планировали, обещали, и я думаю, что это наша прямая обязанность, поэтому вопрос, наверное, для меня такой даже не стоит, то есть это было бы неправильно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы времени хватало на все. Редактор субтитров А.Семкин